Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наша занимательная астрология. Тему, которую я выбрала, жилье идеальное с точки зрения знаков зодиака, казалось бы пустой разговор, но на самом деле давайте смоделируем ситуацию. Поженились двое из разных знаков зодиака, бывает такое, например телец и близнец. Есть у них возможность приобрести свое идеальное жилье. Договорятся ли телец и близнец, как будет выглядеть их жилье, кто из них кому должен уступить и по какому праву. Кто кого любит, тот тому и, как говорится, уступит. Особенно в тех вопросах, дорогие мои друзья, которые касаются родных, стен, с которыми вы встречаетесь каждый день, возвращаясь домой. Но помните, пожалуйста, что если вы думаете, что это только четыре стенки и крыши над головой, и неважно, на чем спать и чем обставлены дома, то я вас разочарую. Для некоторых знаков зодиака это болезненно возвращаться вместо уютного гнездышка, которое они представляют себя в виде антикварной шкатулки с резьбой. А их партнер сделал ремонт по своему вкусу и все кругом сделал стекло из бетона и такое ощущение, что возвращаешься в больничную палату. Как быть? Что делать? И здесь на авансцену выходит у нас любовь, и вы должны все-таки делать некоторые уступки человеку, который не может находиться среди стекла и бетона, если вы его любите, или хотя бы одну комнату отведите ему и обставьте по его вкусу. А для того, чтобы понять, что он от вас ждет, я сделала маленькую экскурсию, беглую, в виде занимательной астрологии, и поговорим о том, в каком жилье нуждаются те или иные знаки зодиака. Начинает наш парад знаковен, невзирая на его авантюрность, свободолюбие, а также на, в общем-то, моменты такие, что взял-поднялся, сменил место жительства, все замечательно и прекрасно, и не о чем переживать. Тем не менее, знак овен нуждается в своем уютном гнездышке, хотя, может быть, об этом вслух и не говорит по разным обстоятельствам. Что бы он хотел? Во-первых, место его обитания должно быть надежным, его никто там не должен беспокоить по разным обстоятельствам. Ему вообще дом нужен как место уединения, где, в конце концов, можно посидеть, подумать, привести мысль в порядок, снять вот эту вот кипучую кинетическую энергию и зарядиться для будущих подвигов. Поэтому, если у вас есть возможность, дорогие мои друзья, то было бы неплохо, если бы у вашего овна была отдельная комната, где он может уединяться, и в которую никто не вламывается, ни дети, ни жена, если он пожелал там посидеть, отдохнуть, набраться сил и прочее, то есть место уединения. Но место уединения должно быть, например, в квартире или в доме. Теперь стоит вопрос. Как говорится, дом, да, можно жить и в доме, но, в принципе, однозначное требование у овна и его идеальное понимание жилища – это все-таки городская квартира. Желательно какой-то экстравагантной, неожиданной планировки, скажем, двухъярусной или еще какая-нибудь с какими-то лестницами или такое что-то необычное, его это вдохновляет. Желательно, чтобы квартира была расположена недалеко от мест увеселительных и развлекательных, там, чтобы был клуб, в общем, где скоротать досуг и так далее. И, в принципе, никаких больше супертребований у него к этому вопросу нет. Овен – городской житель. Так что деревня с ее, так сказать, утихомеренностью и прочим, хорошо дозирована, может быть, там полдня посидели, а так в основном в городе шумно, весело, замечательно и прекрасно, кругом все в шаговой доступности, супермаркеты, места развлечений, удовольствия и так далее. Вот в этой суете городской Овен себя чувствует замечательно. Больше детализироваться не будем, други мои, на эту тему уже говорилось. Переходим сразу непосредственно к Тельцу. А вот Тельцу, дорогие мои друзья, вот эта вот шумная суета беготня, она не очень-то интересна. Да, мы живем всегда по возможностям, но если мы рассматриваем идеальные возможности для Тельца, то, конечно, это частный дом однозначно с большим наделом земли. Это не обсуждается. И чем больше кусок земли, тем статуснее и веселее чувствует себя Телец, поскольку он Фазендейра, можно сказать, по духу своему и по понятиям. Ну и, собственно говоря, стихия земли, она его привязывает к себе по определению. Земля лечит, земля дает стабильность, уверенность в себе, поэтому в данном случае только частный дом по возможности. Если средства позволяют, то чикаться Телец не будет никаких там облегченных вариаций. Дом похожий на крепость, с башенками, совсем таким крепко стоящий на земле, никаких свай под ним и прочих вещей, которые делают его подвешенным в воздухе, а значит, не дают никакой уверенности в себе. Так что забор тоже будет фундаментальный вокруг, и не потому, что он боится общественности, а потому, что он не хочет быть доступным каждому прохожему. Если предложат в центре селения или на окраине, это, конечно, окраина, нечего там отираться возле нашего крыльца, то есть спокойствие, тишина, птички только могут нарушать покой, и там должно быть тепло, сухо, хорошо, обставлено по полной программе. Если берем цветовую гамму, то, конечно, в коричневых тонах все будет оформлено, желательно мебель из дерева, то есть все такое солидное, уютное, замечательное и прекрасное. Вот мы сейчас представляем себе, что, например, телец мечтает о доме вот в таких вот тонах, цветах, много безделушек, много всевозможных мебелировок и так далее. А его вторая половинка – близнецы. Но как они могут договориться, если близнецам, как знаком воздуха, ничего из того, что нужно телецу, не нужно по определению. Не надо нам никакого частного дома. Не хватало еще с утра до ночи там вкалывать, потому что к дому прилагается земля, на земле что-то надо выращивать, эти всякие там безделушки, коричневые тона. Это все не в духе близнеца. Близнецу подавая свободу, простор, много воздуха, минимум мебели по определению. И вот у них уже двоих возникает трение. Тельцу невыносимо жить в стекле близнеца, а близнецу тошнит от изобилия всяких предметов мебели, которыми себя окружает телец. И вот конфликт уже возник. Этот конфликт неразрешимый, потому что дом – это не ботинки, которые поносил, не подошли, выкинул. В доме надо жить. Вот почему очень важно, если вы уже так нуждаетесь в идеальном для себя жилье и поступиться, дорогие близнецы, для Тельца ничем не хотите, у него комната своя в том духе, в котором он считает нужным, у вас своя, где вы будете редко видеть Тельца, потому что ему это будет нестерпимо, но где вам будет комфортно. По-другому эти конфликты не разрешишь. А поверьте мне, из-за жилья, из-за жилищного вопроса рассталось немало семей. Итак, еще немного о близнеце. Вообще, близнец, прежде чем нагреет своего места обитания, он может поменять немало места проживания. Любит все оригинальное, нестандартное, экстравагантное. Но если экстравагантность Тельца уходит в классику, и часто в антикварные вещи, то у близнеца это стекло, нержавейка, ну, в общем, все такое облегченное, от которого Телец приходит полное недомогание. Для близнеца, собственно говоря, жилье не крепость и не какая-то защита от чего-либо. Это просто время, место пребывания, где передохнул, и опять уходишь в социум, и все замечательно и прекрасно. Поэтому привязанность в доме, например, у Тельца и Близнеца совершенно разная. Если от Тельца из дома, который ему нравится, не выкуришь, то близнеца туда просто не загонишь. Главное, в чем нуждается близнец, это в хорошем шкафе, купе, зеркалами, куда он будет складывать нужные и ненужные вещи, которые он исключительно любит покупать. На покупке он гораздо, потому и храните кое-где надо. И даже иногда он так увлекается, что живет в долгах. Так что, дорогие мои близнецы, подумайте сто раз, нужно ли вам покупать то, что вы потом никогда не будете пользовать. Это вам, так сказать, в дополнение к вашему идеальному жилищу, в котором мало мебели, много стекла и металла, много воздуха, постоянно открытые двери, стены в пастельных тонах, шторы облегченные или желательно вообще никаких. Собственно, напоминаю, вам дом нужен всего лишь для передышки, а дальше вы с удовольствием будете жить социальной жизнью. И этот дом потребуется вам для очередной только передышки. То есть привязанности к четырем стенам вы явно не проявляете. Раки. Знак достаточно универсальный. В плане с удовольствием живут и в квартирах, и с удовольствием могут жить и в частном секторе в том числе. Но у них должен быть семейный, патриархальный дом со своими традициями, возможностями, а сердцем этого дома должна быть кухня. Вот обстановке кухни, а также ее размером, раки уделяют достаточное внимание. Если они действительно озаботились строительством дома, то им их мало интересует, как выглядеть будут их спальни, насколько будут комфортны диваны, хотя это тоже важно всенепременно. Но кухня, сердце дома, сердце хозяйки, которая там обустраивает уют, быт и так далее, будет продумано практически до мелочей. Раки совершенно не любят никаких экспериментов в плане мебели, а также планировки и прочее. Старомодные дома, традиционные модели изготовления этих домов, коттеджи такие, например, совсем с какими-то подвывертами или квадратные здания с крышей, корытом, которые, собственно говоря, которыми забилует хай-тек, это не в их духе. Вот такое старое патриархальное строение, как у всех, с нормальной крышей, с балкончиками, с так далее. Мир уютный, традиционный, патриархальный. Вот это всё в духе нашего рака. И его надо за это, в общем-то, срамить. Нет, конечно, у каждого свой вкус и своё понимание. Если вы любите хай-тек, ну любите его, пожалуйста. Но рак в хай-теке умрёт по определению. Это не его. Поэтому для него очень важно. И если некоторые знаки готовы поступить со своими интересами ради вас, любимой, то рак будет цепляться за своё очень жёстко. И если вы будете непреклонны в этих вопросах и будете навязывать ему свой взгляд на вещи, думаю, что рак с вами долго не задержится. Потому что представить себе ежедневное пребывание в жилище, который наводит скуку, тоску и желание из него вырваться, это не в духе рака. Поэтому вам придётся к нему прислушаться или к ней, в зависимости от того, кто, собственно говоря, является представителем знака рака. Когда я сказала, что рак у неё не важно, какие у него будут матрасы, нет, это, конечно, я покривила душу в некотором смысле. Раки знают цену надёжности и крепости того, что они берут, поэтому в данном случае переплатят лучше, но возьмут всё самого лучшего качества. Как, впрочем, и технику для своей горячо любимой кухни, они не будут с кондачка покупать всю из пластмассы, лишь бы оно там было. Нет, если мы покупаем, то техника солидная, она должна долго работать, она должна радовать, здесь ничего не должно быть случайным, потому что техника покупается, как у некоторых книг, для того, чтобы только на полках стоять и с них пыль сбивать. Нет, рак использует технику практической, поэтому она и должна этому соответствовать в полном смысле этого слова. Поэтому дом будет обставляться солидно, серьёзно, с дополнительными тратами и убедить купить что-нибудь дешёвенькое, лишь бы только, как говорится, отвисаться от вопроса, это не краку. Поэтому здесь надо тоже иметь в виду, вам, дорогие мои друзья, когда вы поженитесь, необходимо будет вести общий быт. Так вот я вам и рассказываю эти нюансы, с которыми вы столкнётесь, все непременно выбрав себе партнёра того или иного, в общем-то, знака зодиака. Они, может быть, сначала вам этого не покажут, но рано или поздно вы всё равно с этим столкнётесь. Так что подсунуть суррогат не получится. Вот, например, ракут в том числе. Если уже заводить хозяйство, то стабильно, серьёзно, патриархально, с удовольствием. Не знаю, как для супруга, а женщина рак именно в таких условиях будет полностью счастлива. Лев, если льва поселить в однокомнатной квартире, причём вот такого мизерного размера, какие сейчас предлагаются однокомнатные квартиры, лев будет чувствовать себя как клетки. И если ему не предоставить изменения в жилищных вопросах, он просто со временем сойдёт с ума. Проживая в тех условиях, в которых он проживает, он всё равно о чём-то мечтает. Вот мы сейчас и расскажем, собственно говоря, о том, о чём мечтает лев. Пространства должно быть много. Пусть это даже будет квартира на не менее 80 квадратных метров, потому что в ней надо не только жить с комфортом, считает лев, но расставить предметы роскоши, которые ему придают, собственно говоря, веса определённого, развесит яркие, сочные шторы, такие гардины, и чтобы потолки были не меньше трёх метров и так далее. То есть масштаб нужен душе нашего льва. Многие из львов мечтают о собственном доме. Дом должен быть кирпичный, добротный, соответственно, многоэтажный, минимум два этажа. А что все непременно должно быть в гостинице, это камин, у которого можно посидеть. И камины вообще это слабость львов. Они невероятно любят открытый огонь, он им придаёт уютность, такую вот стабильность. Да, собственно, чего далеко ходить, всё-таки здесь встречается родная стихия, а левы у нас относятся к стихии огня. Также, собственно говоря, для льва важен размер его кухни. Он человек гостеприимный, и может пригласить, например, своих наближайших гостей, для этого необязательно встречаться в гостиной. Можно посидеть и на кухне, она должна быть довольно хорошо обставлена. мягкий обязательно диванчик, большой стол, за которым можно разместиться всей семьёй, а также собрать друзей. В общем, кухня имеет тоже серьёзное значение. Ну, а что касается обстановки, желательно обставиться по высшему разряду, это однозначно. Престижной мебелью, хорошей марки, желательно деревянной. Столешницы должны быть из натурального камня. Но это мы фантазируем в духе нашего льва. И я думаю, что львы со мной согласятся. Вот мы идём сейчас по интересам к жилью того или иного знака. Вы уже видите, что лев с тельцом в плане обстановки вполне могут договориться. И во взглядах, собственно говоря, на обстановку жилья, у них практически разнощений нет. Им легко. А вот, например, тельцу и близнецу, как вы уже поняли, договориться и найти какие-то паритетные основания, как будет выглядеть жильё, практически невозможно. Так что не пустая у нас сегодня информация, дорогие мои. Как всегда, к размышлениям. Что касается девы. Дева практична. И когда мы рассматриваем её с точки зрения её жилища, она всё-таки предпочитает одиночество. Поэтому вполне бы её устроил дом со всеми удобствами, окружённый садом цветущим, с забором повыше, для того, чтобы всевозможные любопытные глазки соседей её никоим образом не беспокоили. Если взять внутреннее убранство, то дева бы предпочла штукатурку под кирпич, под камень, или даже кирпич и камень в отделке натуральный, ничем не сдобренный, потому что это как раз её духи, собственно говоря. И вообще все вот эти брутальные натуральные материалы её тоже вполне и вполне устраивают. Она не против камина, который её тоже вполне вдохновляет и навевает на какие-то размышления и мысли. Так что камин в Доме Девы тоже ей не чужд. Если есть возможность выбирать мебель, то в некотором смысле тяготеть к антиквариату. Если же не антиквариат, то в любом случае она должна быть, мебель серьёзная, стабильная, желательно с резьбой, с какой-то историей, но в общем-то такая мебель фундаментальная. А почему я вам упомянула забор? Потому что Дева, даже если у неё есть ближайшие соседи с четырёх сторон, старается с соседями не общаться. Так что добросердечностью в этом смысле она не отличается. И потом соседи, как бы они ни пытались наладить дружественные взаимоотношения с Девой, столкнуться с тем, что им не рады, им, конечно, улыбнуться пару раз для приличия. А на самом деле ни во двор не пригласят, ни дружескую вечеринку не организуют. Дева считает, что мой дом, моя крепость, и нечего здесь лишним людям делать по определению. Так что со временем они будут говорить, что этот человек несговорчивый, но в общем-то с ним не стоит иметь дело, берёг и так далее, и тому подобное. Но Деве на это наплевать. Кстати, это частое явление, давайте скинемся, дорогие соседи, что-то сделаем там, дорогу и так далее. А это затея вообще Деве не нравится, Девы больше всего на свете боятся переплатить, поэтому в лучшем случае проверят смету сто тысяч раз, прежде чем положат свою копейку, или тактично откажутся, скажем, у меня денег нет, вы там что хотите делайте, а мой кусочек можете пропустить. Так что тут не только будут называть берёгом, но и жадиной, каких мало. Ну что ж, бывает всякое, но мы сейчас заглянули в идеальный мирок Девы. Весы. В весах намешано всего много. Они любят сад, цветы, красоту, живописные пейзажи и так далее. Но ровно столько, так чуть-чуть побыл, погостил и до свидания. Дело в том, что весы – городские жители в любом случае. Квартирка со всеми удобствами, с хорошей техникой, с возможностями, с двумя туалетами, гармония, комфорт и прочее – вот их идеальный взгляд на вещи. Весы у нас относятся тоже к знакам воздуха, они ценят именно комфорт в своём жилище, а также изобилие приятных моментов, которые позволяют быстро приготовить, готовить что-то сделать, в очереди не стоять, и так далее и тому подобное. Отдохнул и вперёд опять к социальным достижениям, к встречам с подругами, с разговорами, обращением к хобби, хождением на работу и так далее. Потом вернулся, а так всё замечательно и комфортно, всё обустроено по высшему разряду, есть чем гордиться, всё должно быть самого лучшего качества желательно, брендовая, достойная, холодильник прекрасной марки, в общем, это предметы зависти, её подруг, и, в общем-то, для неё это очень важно. Техника должна быть хорошей, на слуху, никаких-то, если уж там выбирать, если поставить пылесосы обыкновенные, там, например, электролюкс или милле, за сумасшедшие деньги, весы предпочтут милле, потому что это марка на слуху, это не у всех, это предмет статуса, даже из мясорубки мы можем сделать предмет статуса, вместо просто агрегата, которым перемалывают мясо. Ну, вот такие вот вещи. И если весам дать возможность обустроить свой быт, то у них, конечно, будут кожаные диванчики, всё изящно, замечательно и прекрасно, мало практично, но зато необыкновенно красиво. Итак, это городские жители, если встречаются, например, телец и весы, им стоит завести общий быт, то телец будет тащить в частный сектор, куда-нибудь на задворке, а весам это глубоко не понравится, тут конфликт будет обеспечен. Это городской житель. Зато овен и весы всегда договорятся, потому что им не нужно никаких частных секторов где-нибудь в тихих местах, они любят городскую суету, развитую инфраструктуру, вот здесь всё замечательно и прекрасно. Так что вот так вот я вам привожу примеры, как и даже на жилье могут люди либо развестись, либо найти единение душа. Скорпион. Ну, это однозначно, и будь у него средства и так далее, то, конечно, дом крепости, это однозначно. Многочисленная семья, каждый имеет своё место, имеет возможность, собственно говоря, получить комнату и так далее. Вообще у скорпиона много связано с погодой, природой, пристрастий. Вот, например, мы терпеть не можем дождь, а скорпион дождевую погоду очень любит. Если есть возможность выбрать дом, купить на солнечной стороне или теневой, то скорпион предпочтёт теневую сторону, чтобы солнце было дозировано, конечно, нужно, но не обязательно. К дому должна прилагаться приличная плантация земли, тогда себя, собственно, скорпион чувствует уверенно, чувствует себя весьма солидным. Человек, который имеет что-то за душой, помимо какой-то там жалкой квартирки, а тут всё фундаментально, замечательно и прекрасно. Есть здесь расвернуться, есть место, где почувствуешь себя хозяином, человеком, у которого всё хорошо и сложилось в жизни. Поэтому частный сектор придаёт статусности знаку скорпион. Что касается стрельцов, ну, дорогие мои друзья, здесь явно прослеживаются двойные стандарты к жилью, и вот о чём я хочу поговорить. Во-первых, могу сказать, что мужчины и женщины смотрят на собственное жильё стрельцы по-разному. Мужчины тяготят в свободе, к открытым пространствам и прочее, поэтому предпочитают, конечно, частный сектор всему другому. Но в равном степени могут жить и в квартире без всяких мучений и страданий по этому поводу. Правда, квартирка не должна быть крошечной, маленькой, где негде развернуться молодецкой душе стрельца. Она должна быть действительно соответствующей ему по статусу, то есть должно быть много воздуха, движений и так далее. Есть где развернуться, и нету вот этих сжимающих плеч и пространств, в которые едва втиснешься, и потом не знаешь, как развернуться. Поэтому комнаты должны быть большие. Это по определению. Летом бы стрельцу было бы неплохо проживать на даче и наслаждаться свободой. Итак, летом бы стрельц предпочитал проживать на даче, осенью возвращаться в квартиру, где спокойно можно при центральном отоплении сидеть и радоваться жизни. Иными словами, стрельц человек универсальный, забросила жизнь в квартиру, будет жить, забросила в частный сектор, с удовольствием будет жить. Так что проживется в совершенно в любых обстоятельствах. Если же есть средства и возможности обставиться, но без особого шика, всё должно быть просто красиво, функционально, практично, стабильно. Но даже если что-то в этом деле не получилось, например, начатый ремонт, там по каким-то обстоятельствам затянулся и так далее, стрелец не унывает, чувствует себя комфортно комфортно в родных стенах, которые у него, конечно, должны быть. Невзирая на то, что вроде бы стрельцы особо не привязаны к собственному жилью, тем не менее, и им нужны собственные стены, особенно мужчинам-стрельцам, потому что если они имеют собственное жильё, они чувствуют себя уверенно. И даже если они много путешествуют, смотрят мир и так далее, их всегда тешит мысль, что у них есть собственная квартира, куда всегда можно вернуться, отдохнуть, набраться сил и вновь отправляться в путешествие и наблюдать мир в том многогранном проявлении, которое он существует на белом свете. Ну что ж, как видите, стрельцу легко угодить, он в равной степени может жить в тех условиях, которые ему предоставляются, будь то городская квартира или загородное жильё. Козероги, собственно говоря, живут одинаково, успешно, где бы то ни было, но идеальные их жилищные условия, это, конечно, собственный дом, однозначно. Здесь они чувствуют себя комфортно и замечательно. Их, как все остальные стабильные знаки, знаки земли, невероятно лечатся от самой природы, погоды, любят возиться в саду, любят обустраивать всё, собственно говоря, с превеликим удовольствием. У них всегда в саду огромное количество растений, которые напичканы друг на друга, и каждый миллиметр их территории засажен всевозможными посадками, потому что среди этого разнообразия для них существует такое понятие, как среди хаоса порядок. Им нравится, когда всего много, сад засажен, не столько даже плодовыми, сколько, например, вечно зелёными растениями, которые напоминают чём-то и козерогов, которые набирают силу к возрасту. И в этой вечно зелёности какое-то напоминание о молодости самого козерога в душе. Многие из них стараются даже не заглядывать паспорт, чтобы не вспоминать, сколько им лет по определению. И в этом, в принципе, соль этого знака. Итак, частный сектор, желательно, чтобы никто не кантовал. Дома с историей их не пугают, а даже вдохновляют по разным обстоятельствам. Поэтому предпочитают даже не строить собственный дом, чтобы быть первыми жильцами, а с удовольствием приобретут дом, в котором жили люди, и которые решили его продать. Так что для него это не проблема. Обустраивают тоже всё фундаментально. Любят, как и все знаки земли, мебель тяжёлую, деревянную, с резьбой, с историей. Так что в данном случае можно не повторяться. Если вы внимательно прослушали предшествующие знаки, делаете лица, то вы примерно представляете, в чём нуждается козерог. Хотя в козероге это мало заметно. Иногда на козерогах говорят, что трёхногая табуретка их вполне устраивает, потому что у некоторых козерогов проявляется аскетизм как таковой. Но мы не будем отклонения от правил сейчас рассматривать. В данном случае больше в своей массе козероги предпочтут городской квартире, конечно, частный сектор. Конечно, со всеми удобствами. Конечно, обустроен, по их мнению, уставлен тяжёлой мебелью и так далее и тому подобное. Так что в знаке воздуха им явно не подходит в плане планировки и обстановки, потому что здесь будут разночтения. Хай-тек не в духе козерога, а он его может терпеть разве что чуть-чуть на кухне, и то в виде бытовой техники, которой он пользуется. Она должна быть современной, она должна быть надёжной, потому что козероги много практически делают руками, кулинарят, закрывают всевозможные закрутки, заготовки и так далее. Для этого нужны всевозможные гаджеты и помощники. Но это единственный ноу-хау, который он потребует. Всё остальное должно быть презентабельным, солидным, резным, красивым. Так что я вознакомила с собственным домом, многие не согласны с моим видением собственного жилья, но мне в нём комфортно. Среди вот того камня, брутальности и всевозможных вещей, если не видели, пожалуйста, мастера-мажор приглашает, я папку там складывала, видео касаемо моего дома. Так что вот так воочию вы увидите взгляд козерога на собственное жильё, в котором мне комфортно. А знаки воздуха там бы сошли с ума от изобилия всяких бирюляк и прочих вещей, которые они считают вредными излишествами. Вот почему очень трудно зачастую договориться, но если вы не поняли меня, я не поняла вас, мы можем никогда не встретиться. Хуже, когда баталии происходят в семье, особенно молодой, как жить, что делать, как обставляться. Единственный возможный вариант, дорогие мои, распределяйте комнаты и дайте возможности каждому знаку зодиака отвести там душу. И если вам невыносимо в этой комнате, просто туда не заходите, туда пойдёт человек, которому там будет комфортно. Так что все одинаково не могут смотреть на один и тот же предмет. И когда вы начинаете об этом спорить, то сразу вспомните мои слова. Спор этот ни к чему хорошему не приведёт, разве что к разбуду, поскольку вы так и не договорились и не пришли ни к какому консенсусу. Но если вы хотите быть оба счастливы, у вас будет своя комната с вашим взглядом на вещи, а у кого-то будет своя комната. И каждый имеет право жить в том месте, которое ему комфортно. Родные стены поддерживают. Они должны поддерживать и не разрушать психику человека, который в ней живёт. Водолей – знак воздуха. А вы уже со мной стали, безусловно, астрологами. И практически за меня сейчас можете рассказать, о чём мечтает Водолей. Конечно, это не частный сектор с его бесконечным копанием в земле и прочее. Если есть возможность, Водолей перекочует в город, где много стекла, бетона, металла. Это как раз то, что в духе Водолея. Пространства должно быть в квартире много, мебели мало, воздух должен проходить совершенно свободно. Должно быть место, где Водолей может посидеть и что-то помастерить. Более ему в жизни ничего не нужно, но стекло, бетон и металл. Это уж будьте любезны, положите, именно эти материалы необыкновенно вдохновляют Водолей. Вот когда вы спрашиваете, а как в ВО найти партнёры? Так вот, даже по жилью вы уже прекрасно понимаете, что знаки воздуха нуждаются практически в одном и том же. В стекле, бетоне и металле. И насчёт интерьера спором никаких не будет. А знаки земли очень похожи друг на друга и тоже очень легко договорятся. И выстроив друг для друга частный дом, обставив его мебелью, которая не тяготит никого из них, им не придётся спорить и выяснять отношения. Хуже обстоит, если соединяются в одной паре, например, валенок и балетная тапочка. Вот тогда явно конфликт обеспечен. Правда, то, что они валенок и балетная тапочка, они поймут на конкретных примерах. Вот, например, по поводу ремонта в квартире. Споров, выяснение отношений и, увы, разводов, напоминаю, произошло немало, потому что люди упорствовали и никто не догадался обустроить каждую комнату в духе хозяина, который хочет её такой видеть. Ну что ж, надеюсь, я кому-то помогу, как выйти в подобных ситуациях из тяжёлого положения. Ну и остались у нас рыбы. Рыбы универсальны, могут жить и в городе, и прочем. Но если рыба уже приобрела солидность, обзавелась с семьёй, в мыслях она себе рисует семейный дом. Она, эта рыба, имеется в виду и мужчина, и женщина в том числе. Большой, просторный, замечательный, даже, возможно, из какого-нибудь необычного материала сделан, скажем, деревянный сруб, в котором много комнаты, где у каждого есть своя комната и возможность отдохнуть, почувствовать себя защищённым. Желательно, чтобы рядом находился водоём, и его было видно с балкона или из кабинета, или из каких-нибудь комнат, куда бы рыба заходила и разглядывала бы эти водные пространства. Много цветов, много растений, всё ухоженное, по высшему разряду, замечательное, чудесное. И чтобы это был предмет зависти со стороны окружающих. Для рыбы это очень-очень важно. Вообще очень рыбам важно для того, чтобы о нём слыло мнение как о человеке уважаемом, солидном. В общем-то, рыбы знакомятся с соседями, никогда не тяготятся их обществом, любят собирать у себя в доме знакомых. Самое главное, чтобы они восхищались. Поэтому в данном случае чем экстравагантнее дом, чем он так неожиданно и чем-то украшен и так далее с изюминкой, тем радостнее для рыб. Потому что они любят купаться в славе, любят себя чувствовать важными, нужными, авторитетными. И их дом и должен этому соответствию поддерживать их вот эту вот планку в данном случае. Поэтому стремление к роскоши, чтобы всё было по высшему разряду здесь это присутствует. Как будет обставляться собственно говоря рыбы, они в этом плане универсальны. В основном посоветуются со второй половинкой обставиться в её духе. Они совершенно спокойно принимают любой стиль, который приятен партнёру. Поэтому здесь ещё один величайший плюс по поводу мебели спорить не будут. На какой покажут, то и купят. если позволяют средства. Ну вот дорогие мои друзья. Мы так бегло прошлись. Казалось бы поговорили о пустом. А на самом деле могу вам сказать по статистике ремонты унесли немало счастливых судеб и разрушили немало взаимоотношений. Только потому что для людей очень важно то как будет выглядеть их идеальный дом. Я постаралась вам помочь дорогие мои до того как вы начали ссориться. У вас теперь есть информация и пожелания от каждого знака зодиака. А что с этим делать надеюсь вы поймете. А с вами была Елена была Елена Таааа. Грая